Доброе утро! Сегодня среда, 27 июля, в студии Бедерниси Гусейнова. Накануне прошла торжественная церемония вручения государственных наград выдающимся дагестанцам, приуроченная к празднованию Дня Конституции Республики. Репортаж хотим и не следуем. Обращение к присутствующим в зале Сергей Меликов начал с поздравлений с Днем Конституции Дагестана. Главный документ республики принимался в непростых условиях для региона и всей страны в целом. Но заложенные разработчиками конституционные идеи явились крепкой основой движения национального Дагестана к новым успехам, победам, безусловно, составе России. В сложные и переломные 90-е годы дагестанцы сделали осознанный выбор, подтвердив верность избранному историческому пути. Это был важный шаг, направленный на остановление современного общества. Сегодня здесь присутствует Сагид Паша Дарбишев-Чумаханов, который приложил огромное усилие для пресечения сепаратистских переговоров с бандитскими главарями, стал одним из главных участников борьбы по наведению в регионе конституционного порядка и защите интересов России. Глава региона отметил самоотверженность и мужество дагестанцев, которые в эти дни стоят на страже защиты интересов Родины, даже когда цена тому их жизнь. Я приношу искренне и соболезнования родителям Багомедова Байзулла Алибековича и Тинамагомедова Расула Тинамагомедовича, которые погибли как герои, прикрывая собой в прямом смысле этого слова женщин, детей, своих сослуживцев, товарищей и соотечественников. Они проявили лучшие качества меграционального дагестанского народа, его готовность прийти на помощь. При этом отдали самые ценные, отдали свои жизни за отчетку. Я хочу поблагодарить за это воспитание родителей, которые выступают за этим. Память героев почти минутой молчания. Первым в этот день награду из рук главы региона вручили депутаты Госдумы Сагид Паши Умаханову, медаль имени Амитхана Султана за вклад в патриотическое воспитание молодежи. Награды в этот день вручили представителям разных сфер и профессий. Аминат Гераева из Хунзавского района воспитала десятерых детей, пятеро из них приемные. Глава региона вручил женщине орден матери. Они все дружно живут, никогда не ссорились, не дрались, ведь все братья и сестры друг к другу. Мы воспитывали детей покойного Девера и его супруги. Занигар Мирзабекова из Рутульского района посвятила педагогической деятельности 45 лет своей жизни. Об этом Сергей Меликов узнал во время недавней поездки в район. И был удивлен, что такой опытный учитель до сих пор не удостоен награды. Грамоты что-то есть? Я вас тогда приглашу, грамоты свои награжу, хорошо? Спасибо. Не будете пробить за 45 лет? Спасибо большое. Давайте, не болейте, спасибо. Уже поздравляли до этого, хотя награду не получила. Все поздравляли, звонили. Любовь к детям самое главное. Надо любить детей, чтобы профессию любить. Цель – воспитать и обучать всех детей. Мы должны любить без исключения всех. Учителя, врачи, культурные, общественные и государственные деятели, а также военнослужащие и их родители в День Конституции Дагестана. Награды вручены дагестанцам, чья жизнь посвящена родной земле и ее жителям. Принятие Конституции 1994 года стало важным шагом на пути развития государственности многонационального дагестанского народа как неотъемлемой части многонациональной России. И сегодня этот документ – гарант устойчивости системы социальной защищенности населения страны, готовности власти и общества противостоять новым вызовам и проблемам, как проходила его история Магедата Бакарова. 26 июля 1994 года Конституционным собранием была принята новая Конституция Республики Дагестан. Над ней работали десятки правоведов, юристов, чиновников и государственных деятелей. После развала Советского Союза Конституция должна была стать мирелом демократии, законности и цивилизованности общества. Уникальная в своем роде она служила гарантом мира и единства в многонациональной республике в самые тяжелые времена. Еще с советских времен, с 21 года, с образования ДССР была принята первая Конституция, и потом в последующем они менялись. В 21-м была первая Конституция, в 27-м, в 37-м и непосредственно в 78-м году. Конституция постсоветского Дагестана уже принята непосредственно в 1994 году, 26 июля, и непосредственно с этого периода и существует фактически для наших дней. Конечно, в последующем она претерпевала определенные изменения. В 2003 году, 10 июля, были вынесены серьезные поправки. Однако, несмотря на это, как государственный официальный праздник, празднуется непосредственно 26-го числа, фактически до наших дней. Конституция определяет общественное и государственное устройство, избирательную систему, регулирует работу органов власти, определяет права и обязанности граждан. Основной закон определяет вектор нашего развития. И в республике, отметившей столетия своей автономии, это четко проступает во всех аспектах, как пройденного уже пути, так и будущего. Республика признана частью Российской Федерации. Действия, нарушающие мирную совместную жизнь народов Дагестана, признавались антиконституционными. Свою приверженность мирной жизни в составе Российской Федерации дагестанцы доказали не только принятием Конституции 1994 года, но и также в ходе боевых действий в конце 90-х годов, где дагестанцы показали свое желание жить в составе Российской Федерации. Именно с 21-го года начинается новая страница нашей истории. Дагестан обретает государственность, как уже единое, политически целое в составе большой страны. Жизнь меняется, корректируется и Конституция. Так делается история. Дагестан гостеприимно принимает большой поток туристов. Гостей привлекают природные красоты и достопримечательности. В комплекс туристских услуг некоторых туроператоров входит посещение учреждений культуры. В системе культурного туризма особое место занимает музеи. Коллекция Национального музея Дагестана Тахагоди помогут представить республику во многих ракурсах, приглашает заведующая филиалом Национального музея Джанет Сагидова. Вообще роль музея трудно переоценить в развитии туристической деятельности. Эта роль велика и значима. Ведь бытует такое мнение, что экспозиция музея – это визитная карточка региона. И не случайно туристы, когда приезжают в республику, посещают музеи. В нашем музее в каждом из филиалов Национального музея бережно хранится и представлено множество ценных экспонатов, которые передают историю, культуру, традиции и быт нашей многонациональной республики. И деятельность музея полностью ориентирована на популяризацию среди населения и гостей республики исторического и культурного наследия Дагестана. В консолидированных фондах музея хранится более 180 тысяч экспонатов. Среди них уникальные коллекции археологических памятников, медно-чеканной посуды, резного камня, старинного оружия, серебряных ювелирных украшений, традиционной одежды народов Дагестана, керамики, образцов ковраделия, произведения и живописи. Работа, проводимая в музее, помимо экскурсий, включает в себя организацию различных образовательных программ, лекций, конференций, тематических встреч. Регулярно проходят мастер-классы по народным промыслам, исторические квесты, встречи с ветеранами. Национальный музей предлагает не только обзорные экскурсии в Головной музей в Махачкале и его филиалы по республике, но и выездные экскурсии из Махачкалы в Гуниб, Хунзах, Ахульго, Дагестанские огни и другие населенные пункты, где размещены филиалы нашего музея. Все эти предложения обычно пользуются большим спросом, и мы отвечаем за качество наших экскурсий. Национальный музей проводит большую выставочную деятельность как в самом музее, так и за пределами республики. Национальный музей имеет 39 филиалов. Я являюсь заведующей музеем боевой славы, одного из филиалов Национального музея. Сейчас я перейду к нему. Наш музей расположен в парке Ленинского комсомола и вместе с памятником воину-освободителю Аллеи Славы и составляет единый мемориал памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Наш музей является основной площадкой республиканской для проведения патриотических мероприятий. Основные наши посетители – это студенческая учащаяся молодежь и гости республики, которые бывают очень удивлены, когда узнают, что каждый пятый житель Дагестана ушел на фронт в годы войны. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению Дагидрометцентра, сегодня о правильном республике ожидается местами небольшой дождь, гроза, ветер юго-восточный 7,12, в горных районах северо-восточный 6,11 метров в секунду. Температура воздуха 28,33 тепла, в горных районах 21,26, местами 31 тепла. В Махачкале ожидается без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5,10 метров в секунду. Температура воздуха 28,30 тепла, вода в море 29 градусов. Это был информационный выпуск «Вести Дагестан». Вела выпуск Бедерниси Гусейнова, звукорежиссер Светлана Саид-Гусейнова. О событиях дня 18,10. А мы прощаемся и желаем удачного рабочего дня и хороших новостей.